Эпицентр взрыва находится здесь. Это заметно даже по огромной воронке, которая образовалась после. Установлено, что первый хлопок произошел именно на складе химикатов. Взрывная волна была настолько сильная, что перекинулась через дорогу на автозаправочную станцию. Территория до сих пор оцеплена. На месте работают эксперты и криминалисты. Около 70 спасателей и пожарных все еще работают на месте ЧП. Они разбирают завалы и продолжают поиски пострадавших. Количество погибших с каждым часом растет. Родные и близкие массово приезжают сюда, чтобы убедиться в том, что их родные целы и невредимы. Какое у меня горе было в душе. Пока не услышали, но увидели голоса своих детей. Все-таки четверо человек здесь работали. Жалко тех людей, которые все знакомы, все близкие, которые умерли тоже. Спрашивали друг друга, тот живой, это живая, это живая. По последним данным погибли 35 человек. 65 остаются в больницах. Из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Такое большое количество пострадавших объясняет это любительское видео. На нем видно, как вначале загорается маленький бокс. Впоследствии чего люди начинают скапливаться вокруг пожара. В этот момент и происходит оглушительный взрыв. Такая волна вообще непонятная. Сперва понять не могу, что это такое. И такой волной, такой гул, прям все обвалилось, все летело. А так вот мы выбежали, и вот все это, оказывается, обвалилось. Мы успели выбежать. Еле вышли, все в стеклах. Причем, я даже не знаю, не могу объяснить вот это состояние. Вышли, все бегут, кричат, там женщина в крови бежит. Честно говоря, после Украины я не думал, что меня что-то вот так удивит. Но вот эти масштабы, катастрофы, вот это очень даже удивило меня, честно говоря. Вот это то, что я увидел своими глазами, это вообще какой-то нереальный этот получился здесь. Не ожидал такое увидеть здесь, где все спокойно, где мирное небо над головой. Масштабы разрушения отчетливо передают эти кадры с квадрокоптера. Они колоссальные. Машины и жилые дома повреждены в радиусе 600 метров. По поручению главы республики будет проведена оценка ущерба. К задачи уже привлечены более 20 специалистов. Насколько взрывная волна была сильная и какую огромную территорию она охватила, можно заметить по этому автомобилю, который находился в 300 метрах от эпицентра. И таких машин, к сожалению, здесь не один десяток. Предварительно мощность взрыва оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. В автосервисе, где начался пожар, хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры. Пока это лишь версия. Точную причину и виновных в трагедии уже будет определять центральный аппарат Следственного комитета. С целью оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Республику Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата и эксперты судебно-экспертного центра Следственного комитета. Следствием также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, на которых возложена обязанность по контролю и надзору за соблюдением мер безопасности на объектах, где в результате пожара погибли и пострадали люди. Из резервного фонда республики по указанию Сергея Меликова уже выделены средства на материальную помощь семьям погибших по 1 миллиону рублей, получившим тяжкий вред здоровью 400 тысяч и легко пострадавшим 200 тысяч. Об этом глава республики заявил на оперштабе. Кроме того, руководитель Дагестана призывал главу муниципалитетов помочь родным погибших провести похороны в родовых селах, как этого требуют местные традиции. Я обращаюсь к главу муниципалитетов. Вы знаете прекрасно, что по нашим законам, по нашим традициям какая-то часть или может быть даже большая часть из погибших нуждается в захоронениях в своих родовых селах. Я попрошу вас всех оказать незаурядную помощь здесь. То есть не помощь, не помощь оказать, а взять на себя, взять на себя нагрузку по захоронению и отданию соответствующих ритуальных услуг. И, пожалуйста, не ждите в этом отношении никаких историй. Мы единый народ, мы единая семья, и давайте отнесемся к этой трагедии как к своей собственной. На чрезвычайное происшествие отреагировала и Генпрокуратура России. Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить законность размещения всех автосоправочных станций в Дагестане. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.